Следующий доклад будет от меня. Я расскажу про то, как мы видим баг-баунти программу со своей стороны и самое главное, как мы ее интегрируем в свои процессы. Вообще, кто знает, что такое баг-баунти? Замечательно. А кто участвовал в баг-баунти? Кто слышал, что тестирование — это не поиск багов и хотел когда-нибудь поиск баг? На самом деле я бы хотел сказать, что баг-баунти — это поиск багов, но это на самом деле поговорим поподробнее. Мы запустили баг-баунти программу уже скоро 6 лет назад. Если вы такой наш типичный баг-хантер, то для вас, наверное, вот такой адрес будет самым привычным и инструментарий, в котором вы это все видите. Чтобы посмотреть какие-то характеристики нашей программы, ну, можно, например, дернуть вот такой вот запросик, что по нему видно, что у нас есть баг-баунти программа, что мы платим за уязвимости, хотя в среднем получается 250-300 долларов за репорт, который получает вознаграждение. Хорошие репорты получают сумму от 1337 до 12 тысяч долларов. А кто знает, что такое 1337? Да, ну, это такая очень специфичная сумма, и она совершенно не случайна. Всего мы выплатили уже больше 800 тысяч долларов, причем из них более чем треть мы выплатили за последние 90 дней, несмотря на то, что команде, что программе уже 6 лет. О чем это говорит? Ну, о том, что мы разгоняем программу. То есть мы увеличиваем выплаты, мы увеличиваем скопы, то есть области действия этой программы, увеличиваем за какие категории багов мы платим. То есть мы платим все время больше и больше и больше, за больше и больше и больше. Немножко другой запрос. Вот за последние 90 дней мы получили 786 репортов. Ну, это, правда, я делал слайдики вчера, оно уже, поверьте мне, я не смотрел, но наверняка изменилось. Всего было полезных репортов, по которым была какая-либо работа, больше трех тысяч. Ну, последний вот он тоже уже, мы наверняка, Денис, мы что-нибудь закрывали. Вот, ну, дата уже тоже неправильная, она уже тоже устарела. О чем это говорит? О том, что у нас очень много багов. Хорошо это или плохо? Ну, кажется, что мы очень дырявые, но учтите, что речь идет не об одном каком-то проекте, это речь идет о баг-баунте, которая распространяется на все проекты Mail.ru, ну, правда, отдельные программы баг-баунти у ВКонтакте и Одноклассников. Вот все остальное покрывается вот этой баг-баунти. Это не просто десятки проектов, это многие десятки проектов. Достаточно сказать, что количество продуктовых доменов, которые участвуют в этой баг-баунти, их близко к тысяче. Ну, можно еще вот такой вот запросик посмотреть, что видно, что эффективность по метрикам хакер-вана нашей программы это 100%, при этом среднее время принятия репорта, то есть когда мы говорим, что да, чувак, твой репорт валиден, и мы будем по нему работать, оно 6 часов. То есть за 6 часов мы анализируем репорт, выясняем, принимаем это, включая ночь, выходные, праздники, все что угодно. Ну, чуть побольше там может быть время выплаты программы сейчас. Ну, вот через сколько после репорта тому, кто его зарепорчил, приходят деньги. Вот сейчас это порядка 15 дней. Это у нас сильно испортившиеся показатели, на которые повлияло Новый год и запуск новых проектов, потому что обычно это было в течение порядка 6-8 дней. Да, у нас, ну, насколько это хорошие показатели. У Google есть Google Play Rework Program, и они дополнительно оплачивают уязвимости в известных программах, которые имеются в Google Play. Она разделена на тайры в зависимости от качества собственных программ. Мы входим в Tire One, и всего туда входят 12 компаний. Мы единственные из России, кто туда попадает. То есть Google считает, что у нас лучшая программа по этим характеристикам. Наши собственные скопы и тайры. Ну, то есть, разумеется, мы тоже не можем одинаково рассматривать уязвимости во всех проектах. Какие-то проекты мы считаем более приоритетными, какие-то менее приоритетными. Но серьезные уязвимости, особенно такие, которые могут влиять на безопасность пользователя, мы принимаем везде. Везде – это значит, что совсем везде. То есть даже если эта уязвимость не у нас, например, в какой-то партнерской программе или в каком-то сервисе, который мы используем, это все равно может получить вознаграждение, но не очень большое, потому что такие вещи попадают в Tire 3, и там вознаграждение в 10-20 раз меньше, чем в основном скопе программы. Но, тем не менее, серьезные уязвимости тоже попадают. В основном скопе вот такие вот выплаты, то есть самые критические уязвимости могут получать до 20 тысяч долларов. Что туда попадают? Туда попадает, естественно, почта, облако, то есть все то, что спорсирует этот метап, различные бизнес-проекты облачные, и несколько отдельных программ у нас имеется у проектов, например, у Лутдога, Ситимобиля, Деливери Клаба. То есть это проекты, где принимаются практически любые уязвимости, и где выплачиваются достаточно крупные суммы, и где реально можно хорошо заработать, ну, для тех, кто участвует в баг-баунте. Для хакера мы выглядим примерно вот так. Это наша программа на хакер, ну, вот наша команда на хакер Ваня. Вот если посмотреть по другую сторону экрана, то на самом деле все происходит примерно вот так вот. Это как раз команда, которая сидит и обсуждает, сколько выплатить за какой репорт. Почему она на двух телевизорах? Потому что часть команды у нас в Москве, часть в Нижнем Новгороде, и, как правило, мы вот… Так вот все это и происходит. Что вообще такое баг-баунти для хакера? Ну, у хакера могут быть определенные ожидания от того, что же такое баг-баунти, и они могут быть примерно вот такими. Это вполне реальный комментарий из одного из наших репортов. Ну, надо сказать, что на самом деле совершенно необязательно. То есть существует достаточно много успешных баг-баунти программ, где вообще не выплачиваются какие-либо денежные вознаграждения. Например, на хакер Ваня одна из самых популярных программ – это программа Министерства обороны США, которая денег не платит. Вот эта вот футболка, которая раздает правительство уже Голландии, говорить нельзя, да, можно говорить только Нидерландов, но тут еще написано Голландии. На футболке написано, что я похакал правительство Голландии. И все, что получил, это вот эту ужасную футболку. Продолжим немножко о хакерах. То есть как все это выглядит, зачем это вообще им нужно. Ну, то есть вот если особенно, ну, понятно, деньги. Действительно, сейчас у нас достаточно много репортеров, которые профессионально занимаются баг-баунти. Это, кстати, достаточно новое явление. То есть еще года 2-3 назад такого не было. Сейчас у нас есть люди, которые живут на баг-баунти, иногда очень даже неплохо живут. Вот они группируются кучками, у них есть команды, они распределяют обязанности внутри себя. Это все достаточно интересно. Естественно, что для них главное – это не футболки. Но что есть у всех остальных? Потому что это отдельные люди, их немного, у них очень хорошие качественные репорты, но большая часть репортеров, конечно же, не профессионалы. Для них может быть важны не столько даже деньги, сколько возможность, ну, сам факт, что я поломал там Министерство обороны США, ну, или вас там, или кого угодно, или нас. То есть вот такие пузомерки, возможность показать, что я пробовал, у меня получилось, это очень важно, это всегда важно. Это может быть определенная прокачка скиллов, то есть человек прослушал какие-то курсы, он там научился пользоваться каким-то тулзом, он поехал его проверять, естественно, ему интересно поучаствовать в баг-баунти программе, в платных баг-баунти программах, например, найти что-то сложно, легко найти в тех, которые только что запустились, или в тех, которые никто не смотрит, там легко, а в остальных сложно, а в тех легко. Это может быть наработка определенного портфолио, ну, например, вы подаете резюме, у вас там ссылочки уже, что вот я там в Hall of Fame, это такое место, где благодарности выносятся тем, кто нашел какие-то уязвимости, они есть у Микрософта, не только у тех команд, которые на HackerOne, например, используют, у Яндекса, у них своя баг-баунти программа отдельная, то есть Hall of Fame есть у всех, и это обязательный такой атрибут, и это позволяет показать, что вот смотрите, я вхожу туда. Как ни странно, это могут быть, например, proof of concept для каких-то теоретических исследований, то есть человек придумал новый вектор атаки, изобрел новую уязвимость, после этого он ищет, а где же такая уязвимость может быть, и тут-то вы ему можете и попасться, и она у вас есть, и, соответственно, вы можете получить репорт, хотя вот о какой-то проблеме, о которой еще вообще никто не знает, кроме того, вы там, может быть, первые, кто получил такой-то репорт. Ну, то есть люди делают реально, можно сказать, там, исследования, иногда в рамках каких-то университетских грантов, и вы им просто подвернулись, потому что вы для них подходили. Это может быть социализация, ну, то есть понятно, что это определенная тусовка, в которой там, ну, быть престижно, и в которой тоже можно общаться, и, естественно, люди туда хотят попасть. Ну, вот у меня, например, основное участие, я никогда не ищу специально баги, я их все время нахожу. Ну, то есть вот основное, из-за чего у меня возникают какие-то баг-репорты, это то, что я куда-то кнул, увидел, что поведение какое-то странное, посмотрел, что это, и понял, что это проблема безопасности. С точки зрения, продолжаем точку зрения хакера, я обещал, с другой стороны, это пока не та другая сторона, это пока та сторона, которая та. Вот с этой стороны репорт, ну, вот workflow работы как бы с баг-репортом, он исключительно простой, вы подаете баг-репорт, дальше у вас его либо принимают, либо не принимают, ну, либо запрашивают какую-то дополнительную информацию. Если его приняли, то спустя какое-то время, ну, и не развернули все-таки потом, спустя какое-то время, то, скорее всего, вам прилетают какие-то деньги. Потом его пофиксили, и потом его раскрыли, и тогда о нем уже можно там похвастаться, написать в твиттер, там что-то еще сделать. Естественно, что одна проблема, нужно сначала найти баг. Поэтому вот с точки зрения баг-баунти для хакера, баг-баунти — это поиск багов. Вы нашли баг, дальше от вас, ну, мало чего зависит. А вот так баг-баунти выглядит с изнанки. То есть баг-баунти ничем не отличается от обычных процессов, которые у нас есть в QA. Это те же самые инциденты, это то же самое качество продукта. Ну, просто с точки зрения такой характеристики, как его безопасность. Поэтому баг-баунти — это, конечно же, не поиск багов. Багов можно наковырять кучу. У нас задача качество продукта увеличить. И баг-баунти в этом плане это некий ресурс. Ресурс достаточно сложный и специфичный. Почему? Потому что вот это то, что вам дает баг-баунти, а это то, во что вам нужно ее интегрировать. При этом интегрировать так, чтобы извлечь из нее какую-то пользу. Ну, тут Индии не случайно, потому что баг-репортов из Индии получается много, и они все примерно вот такого качества. Ну, и, конечно, есть и в мусорных баг-репортах бывают правильные, то есть которые приходят от индусских исследований, просто потому что их много. Они могут даже случайно просто попасть. Есть исследователи из Индии, которые просто одну и ту же проблему, не проверяя ее, репортят всем. И у них, видимо, когда-то стреляют, потому что зачем-то они это делают. Но все-таки достаточно много хороших, качественных репортов и очень хороших репортов, и очень-очень хороших репортов. Как выглядит workflow изнутри? Ну, вот Антон рассказывал про работу инцидентами. С инцидентами тут ничего такого нового, чего бы не было бы в инциденте, нет, кроме того, что мы работаем еще из комьюнити, и наши действия, они более или менее публичные. То есть мы вынуждены их светить наружу гораздо больше, чем они светятся там в рамках службы поддержки и обращения пользователя, где обычно он получает спасибо, там ваши проблемы переданы разработчикам. Ну, тут такое уже гораздо сложнее. То есть нам нужно, во-первых, понять, попадает ли она, проблема ли это, насколько она критична. Если она критична, то это может быть совершенно отдельный workflow, совершенно другие SLA. Ну, наконец, получит ли он за нее деньги, а это тоже для кого-то может быть очень важно. В конце концов, на предварительном анализе мы должны выдать какое-то заключение, оценить каким-то образом тот репорт, который мы получили. Ну, и дальше мы либо триаджим этот репорт, да, и говорим, что он молодец, приноси еще. Мы тут с этим что-то сделаем, но, возможно, тебе не заплатим, если, например, это не попадает в скоб выплат. Триаджит — это вот состояние, в котором этот репорт подан. Тут тоже никаких сюрпризов нет. Все это в конечном итоге попадает в Jira, то есть импортируется в Jira, создается таск, который падает на security-аналитика. Естественно, что если у нас имеются какие-либо критические уязвимости, то мы и в момент получения репорта стараемся уведомить, уведомить, потому что репорт может приходить в выходные, он может приходить ночью. Ну, если мы уже на предварительной оценке знаем, что это точно критическая бага, ну, или, по крайней мере, подозреваем, что это критическая бага, то тут мы уже шумим достаточно сильно и уведомляем о критических уязвимостях всех, включая техническое руководство компании, вот прямо на самом верхнем уровне. То есть о критических уязвимостях знают все. Зачем это надо? Ну, потому что, когда у вас в копии письма имеется топ-техническое руководство компании, все процессы начинают идти гораздо быстрее. Ну, на самом деле, руководство не возражает, ему нравится. Ну, собственно, тут ничего нового нет. Это обычная работа над любым инцидентом. Вот тут я хотел бы поговорить немножко побольше. Почему? Потому что это проблема, о которой хорошо знают безопасники, ну, по крайней мере, должны хорошо знать безопасники, но о которой почему-то практически не знают тестировщики, хотя при всей похожести в workflow, задач и проблем. Вопрос, а что мы получаем в рабках багбаунти? Вот что нам приносит? Нам приносит баг или не приносит баг? Ну, я понимаю. Ну, вот баг-репорт, который мы получили, это баг или это не баг? Нет, вот смотрите, вот баг – это какая-то ошибка в коде, да? А вам когда-нибудь репортят, где у вас в коде ошибка, нет? Ну, я понимаю, да. Но вот то, что вам репортят, на самом деле, это немножко другое. То есть с точки зрения безопасности, то, что вам присылает репортер, ну, он называется вектором. На самом деле у тестировщиков есть очень похожие понятия – это сценарий воспроизведения. То есть вектор демонстрирует какое-то определенное поведение. Неважно, какое. Ну, вот это описанное поведение, которое приводит к определенной ситуации. Дальше показывается, что это уязвимость, ну, по каким-то причинам. Например, происходит там комплиментация информации, там нарушение целостности или там отказ в обслуживании или что-то. Вот уже поэтому можно начать искать баг, потому что ресерчер не знает, что это за баг. То есть ресерчер видит какие-то признаки, по которым можно предположить наличие бага. Этот баг еще надо найти. А вот дальше уже можно по этому багу понять его причину возникновения. Ну, вот такой простой пример. Вот есть вот эти самые SQLI-инжекшены, которых уже в этом тысячелетии нет, но на самом деле есть, они никуда не делись. Вам прислали конкретный SQLI-инжекшен. Это баг, да, это, разумеется, нет, это вектор на самом деле, потому что вам демонстрируют наличие, что там, ну, есть задержка во времени ответа, да, когда там слип поставляют, да, если это time-based SQLI. Это еще не баг, но это поведение, по которому можно предположить, что есть SQLI-инжекшен. Дальше вы это находите в коде, находите, что, ну, да, разумеется, сконструируется SQLI-запрос с пользовательскими данными. Дальше вы можете пофиксить этот баг, то есть устранить этот запрос. Это правильное решение или это неправильное решение? Ну, а вот тот вот человек, который говорил про то, что в этом тысячелетии этих багов уже быть не должно, он был должен дополнить, что это неправильное решение, потому что, ну, причина этого, скорее всего, в том, что в проекте используются непараметризированные SQL-запросы, и это, в принципе, неправильный подход к тому, как создаются SQL-выражения, и надо править не один конкретный баг, а надо параметризировать SQL-запросы в рамках всего проекта. И тогда мы, скорее всего, поправим не один баг, а много багов. Вот тот же самый подход вполне применим и к тестированию. Если вы тестируете, конечно, невозможно по каждой баге искать root cause. Ну, невозможно, совершенно невозможно. Вы тогда только этим будете заниматься. Но, по крайней мере, для повторяющихся багов это точно надо делать, потому что любая повторяющаяся бага говорит о том, что где-то есть root cause, который вы пропустили. Вот с точки зрения лося и охотника у нас задача не устранить определенного лося, у нас задача сделать так, чтобы лоси в лес не попадали. Ну, вот в продолжении триаджет. Ну, это просто картинка, тут много текста, она просто показывает, что у нас процесс с другой стороны, он идет, и он все еще идет, и это вот все еще вот он, и вот он такой вот длинный. Да, что является конечным итогом, профитом? То есть, когда вы можете понять, что вы получили от баг-баунти профит? Не когда вы устранили какой-то определенный баг, а когда у вас произошли какие-то изменения. Эти изменения могут касаться подходов к разработке, эти изменения могут касаться просто ваших представлений в голове, эти изменения могут касаться каких-то процессов, регламентов, чего угодно. Вот если баг-баунти не приводит к этому, то баг-баунти абсолютно бесполезная трата денег. Ну, и наконец, когда баг пофикшено, еще нужно каким-то образом все это сделать, чтобы подготовить информацию к раскрытию. Ну, конечно, не все раскрывают баги, но мы стараемся раскрывать по крайней мере те, которые реально интересны. Что здесь еще можно говорить? О том, что в процессе работы с багами очень часто приходится, ну, не часто, но достаточно часто приходится взаимодействовать не только со своими разработчиками, но и с чужими разработчиками. Это могут быть и какие-то партнеры, это могут быть какие-то аутсорсеры, и внезапно это может быть и опенсорсом. Ну, вот, например, мы сейчас взаимодействуем с одним известным опенсорс-продуктом уже достаточно давно, достаточно безутешно, и пытаемся заставить их пофиксить достаточно серьезную по нашим представлениям проблему, которая вызывала проблему у нас, за которую мы заплатили сколько, по-моему, как раз 10 тысяч долларов. Зачем это нужно продукт? Вот когда запускается баг-баунти или рассматривается запуск баг-баунти, достаточно часто считается, что в баг-баунти можно выкупить баги с черного рынка, если у вас там какой-то достаточно известный продукт, и вы там кому-то интересны, защищает от репрессионных рисков шантажа, заменяют процесс тестирования безопасности, потому что вас тестирует кто-то снаружи. То же самое можно не иметь различных команд, всяких вот этих многоцветных тимов. Ну и, наконец, можно где-то заявить в пресс-релизе, что мы за уязвимости платим деньги, а значит у нас все безопасно. То есть баг-баунти – это такой замечательный самостоятельный процесс, а вот нет. То есть ни один из этих пунктов не работает от слова «вообще». А зачем на самом деле нужен баг-баунти? Ну, во-первых, это комьюнити, достаточно специфичный комьюнити, это еще и достаточно шумный комьюнити, который умеет писать на хабрах, на всяких чатиках, все что угодно, и там будут светиться любые действия, и все что угодно. Это оценка уровня защищенности для некоторых векторов. Ну, например, если вам регулярно присылают SQL-инжекшены в каком-то проекте, это значит, что мы не в том веке. Это выявление слепых пятен в процессах ИБ. Почему? Потому что если вам прислали проблему снаружи, то встает вопрос, почему она не была найдена изнутри. Не можем ли мы перестроить процессы каким-то образом таким, чтобы она не повторялась. Вот, опять же, практически все это можно применять и к тестированию, по крайней мере, для каких-то серьезных проблем и инцидентов. Это повышение практических науков безопасников, разработчиков, системных инженеров. Вы можете много рассказывать разработчикам про то, что такое SQL-инжекшен, почему их делать нельзя. Но пока он сам с этим не столкнется, его это фиксить не заставит, скорее всего, у него это в привычку не войдет, и он все равно где-то там будет лажать. Ну и, наконец, это получение сведений о новых векторах, атаках, иногда зерудой уязвимости, потому что сейчас ресерчеры очень любят делать так, что найден zero day в каком-то продукте, а что его сразу фиксить? А вот его там используют в гугле, фейсбуке, еще где-то, и можно на самом деле не пофиксить продукт, а зарепортить в различные бакбаунти. Это очень сомнительный способ заработка, но с другой стороны, а что делать-то? Проблема есть, ее надо устранять. Вот, иногда, опять же, это позволяет наладить контакты, ну, например, из-за того, что у нас достаточно известная бакбаунти программа, у нас были возможности получать сведения от вендоров, когда находилась какая-то критичная уязвимость, то есть нас просто предупреждали заранее, что будет патч. Вот, в общем итоге, это нужно за тем, чтобы повысить уровень безопасности. Вот незачем другим. Если вы ищете какие-то другие причины, что там фикс отдельного бага не повышает уровень безопасности вообще. То есть у вас что-то должно меняться. То есть приносит это в пользу только, если вы интегрируете бакбаунти со всеми другими процессами, которые у вас происходят. Вот на этом слайде написано много интересных практических наблюдений, которые у нас возникли за 6 лет проблем. Я не буду их зачитывать, потому что слайды будут доступны. Вот здесь еще список всяких разных процессов, которые имеются под капотом багбаунти. Это то, что у людей является фактически постоянной работой, когда вот они сидят и они всем этим занимаются. Это и разгонка денежных потоков. Потому что представьте себе задачу. Вам нужно заплатить иранцу от группы в компании, ну от компании, у которой там есть десяток юридических лиц, на самом деле может быть и больше. И при этом между этими юридическими лицами должны быть какие-то контракты. И вам нужно все это оформить каким-то образом, провести это через юридические службы, через финансовые службы и со всем остальным. То есть вот все это может быть очень тяжело. И на самом деле в багбаунти вы всегда, ну когда вы уже поняли, что это такое, разобрались, вы понимаете, что это достаточно управляемая вещь, и можно управлять, ее можно таргетировать, то есть получать больше багов там, где вам это интересно. Ну в какой-то степени, конечно. Что можно управлять через ценообразование, не только через ценообразование. Что можно управлять параметрами бюджета, потому что, разумеется, бюджеты всегда есть, и они ограничены, и процессов достаточно много. Надо ли запускать программу багбаунти? Ну на самом деле никто не может вам сказать, что надо запускать программу багбаунти, кроме вас самих. Если у вас нет потребности или технической готовности, или команды, или бюджета, то, ну очевидно, запускать багбаунти не надо ни в коем случае. Но что можно запустить? Можно сделать хотя бы формочку обратной связи и вот этот самый холл оф фейм, где вынести благодарности, потому что, еще раз, очень часто проблемы с безопасностью находятся просто потому, что они находятся. Вопрос, куда человек с этой проблемой пойдет. Скорее всего, он придет к вам в саппорт, и угадайте, что будет. Потому что саппорт не готов такие вещи рассматривать. Опять же, это одна из особенностей, что на первом тайре, на первой линии поддержки в программах безопасности у нас сидят, наверное, такие более квалифицированные люди даже, которые там дольше всем этим занимаются, чем все остальные. Просто потому, что там гораздо больше шансов что-то там ошибиться. Все, если у вас есть какие-то вопросы. Благодарю за доклад. У меня такой, наверное, достаточно простой вопрос. Сколько должна быть команды человек внутри, чтобы нормально поддерживать бакбаунти программу со стороны секьюрити? Это все зависит, опять же, наверное, от того, как у вас организованный процесс внутри. То есть эти процессы уже должны быть. То есть у нас людей, которые бы целиком занимались бакбаунти, меня на это уходит достаточно большое количество времени. У Дениса, наверное, это вот чисто на бакбаунти достаточно большое количество времени. То есть, скажем так, два человека это в рамках всего mail.ru могут потянуть. То есть вот прямо чисто на бакбаунти ресурсов много не надо. Но нужно понять, что бакбаунти разгонит у вас все остальные процессы. И вам нужно будет больше ресурсов на то, чтобы фиксить баки, на то, чтобы их сканировать. Потому что если вы получили баг-репорт, вы его должны загнать в скан. То есть вы должны понять, что у вас рядом не висит такого, вы должны это все сканировать. То есть бакбаунти, если она удалась, вот если она удалась, она разгонит остальные процессы. То есть о приватных бакбаунти вы не ведете никаких? Нет, мы не ведем приватных багбаунти. Просто так уже получилось, что мы запустились и запускать какие-то отдельные программы приватные нам не очень выгодно. Нам мы можем просто втихаря, например, чуть-чуть увеличить скоб, и люди, которые следят именно за нашей багбаунти, они прибегут. И это работает примерно так же, как приватные программы, но не требует никаких дополнительных запусков. Окей, спасибо. А потом уже проанонсировать этот скоб так рассылками. Спасибо большое за доклад. У меня вопрос такой. Сам процесс внедрения багбаунти в Mail.ru, он проходил, так скажем, планово с тщательной подготовкой или был какой-то триггер, после которого было сразу вот в разово принято решение о том, что нужно вводить эту систему? Ну, триггером, наверное, было то, что у нас поменялась команда безопасности и было принято решение о том, что это нужно. Планово, ну, планы были, но они, мягко говоря, пошли все на смарку, потому что, ну, опыта ни у кого не было, и никто не знал, что от этого ожидать. Вот. Естественно, было сложно, на первых порах, потому что было много вещей, к которым мы были абсолютно не готовы, и на то, чтобы все устаканилось, ушло там, ну, не знаю, год-два. Вопросы? Добрый день. Наверное, вопрос у меня такой более любознательный, нежели чем специфический. Как часто тех людей, которые пишут вам репорт, вы зовете к себе на работу, и как часто они соглашаются на работу у вас? Это просто ради интереса. Ну, да нет, не часто. Ну, как-то просто это не принято, такие вещи делать. На самом деле все друг друга знают. То есть мы с этими людьми встречаемся на конференции, мы общаемся. Ну, вот, не знаю. Ну, бывает. У нас сейчас на работу выходит человек, который нам активно баг-репортил, и это, на самом деле, большая проблема, потому что он как раз относится к такой команде, которая на профессиональной основе ищет баги, и вот есть просто нестыковка, а что в этой ситуации делать. И какие-то мысли были, или так это, пока думаете? Ну, как-то это, естественно, не будет решаться. Хорошо, спасибо. Вот, то есть люди выходят на работу, но это просто потому, что вот этих людей, их не так много, и все равно все друг друга знают. Ну, не всех, но... Спасибо за доклад. У меня такой вопрос. Я понимаю, что в баг-баунти находятся проблемы, которые не были найдены, соответственно, QA, или какими-то другими возможностями тестирования. Соответственно, они не покрыты скопом каких-то тестов. Вы после того, как вам зарепортили баги, из баг-баунти покрываете это? Или как? Ну, тут общего подхода нет, потому что еще раз, проектов, их даже не два десятка, не три десятка, и гораздо больше. У каждого проекта свои команды, свои циклы разработки. Естественно, в каких-то проектах это делается, какие-то проекты просто давно заморожены. У них нет разработок. Такой вопрос. Вот говорили, что сменилась комарная безопасность, и из-за этого начался проект. А кто договаривался? Ну, то есть, насколько я знаю, в крупных корпорациях достаточно сложно вот эти моменты финансовые утрасти. То есть, получалось, они договаривались с руководством, чтобы на это выделять средства. Или как это происходит вообще? Просто, допустим, ну, тоже работая в крупной компании, кто инициировал? Да, надо договариваться с руководством. Нет, я имею в виду, кто инициировал это? Это именно команда безопасности делала? Или вы тоже участвовали? Команда безопасности, особенно если у вас есть практические безопасники, и у вас не очень хорошо с безопасностью, практически всегда имеется возможность продемонстрировать наличие проблем руководства. Вот, ну, вот. Поняла. И еще такой, ну, два, наверное, вопроса. Есть ли какие-то баги, которые прям запомнились из-за того, что привели либо к каким-то масштабным изменениям, либо просто из-за чего-то вот прям реально запомнилось что-то такое крутое? Ну, да. Например, по результатам, ну, вот, максимальное количество багов критических, пофикшенных, по результатам одного репорта было близко к 300. Ого. Это про то, надо делать root cause анализ или не надо. Круто. Были интересные баги, которые просто интересные. Были интересные баги, где вот root cause был найден в опенсорском продукте. Их действительно очень много. Были интересные баги, ну, например, слышали про уязвимость Image 3? Наверное. Ну, это уязвимость в Image Magic, которая позволяет выполнять удаленную код на сервере. Вот ее Коля Ермишкин нашел у нас в процессе разбора немножко другой уязвимости. Ну, все бывает. Здорово. И такой еще вопрос больше для фана. А бывало такое, что сотрудники внутренней репортили баги в баг-баунте? Вот. Ну, тут подходы могут быть разные. Вот, Антон тут смеялся про плату внутренних сотрудников. Он так немножко зажал, они платят внутренними коинами и, ну, за пять репортов человек может получить пиццу. Ну, или там шаур. Да, вот. Внутри, да. Подход может быть, ну, например, я знаю, что ВКонтактик разрешает, по крайней мере, я не знаю, как сотрудникам именно ВКонтакта, но вот сотрудникам всего Mail.ru Group участвовать в своей баг-баунте программе. Мы это, ну, скажем так, если человек к нам придет и предупредит, что он будет, ну, мы, наверное, будем принимать какие-то решения по этому поводу. То есть, говорит, что нет, нельзя, если этот другой продукт, ну, пока это не его основные рабочие обязанности, то, конечно. Но, с другой стороны, у человека всегда могут быть доступы к какой-то внутренней документации, и он, мягко говоря, будет в более выгодном положении. А такого мы, конечно, не можем допустить. То есть, мы хотим, чтобы все репортилы были в одинаковом положении. Поэтому мы у нас не разрешаем в явном виде сотрудникам участвовать в баг-баунте, но если кто-то придет, то, не знаю, может быть, ему как-то внутри договорились, что он. Пока так, вы не можете. Окей, еще. Критичные баги находили. Более того, у нас самые критичные баги, которые находились, они находились изнутри, а изнаружи. Ну, по крайней мере, в основном. Еще хотелось спросить, тестером потом прилетает после критических каких-то ошибок, как вы пропустили? И как потом эти меры, ну, чтобы улучшить и ну, как? Работа с сотрудниками, как происходит после этого и какие меры вот в самих процессах имеются? Ну, вы знаете, люди на самом деле в большинстве случаев сами достаточно переживают, чтобы не нужно было делать каких-то дополнительных тыков. Именно по тестировщикам, то есть, ну, нет, у нас тестировщики именно вот так, чтобы на постоянной основе не ищут проблем в безопасности. То есть, у нас есть отдельные механизмы, различные сканирования, в частности, вот и такие, которые используют, например, информацию от автотеста для нахождения точек входа. Но, естественно, что мы меняем процессы. То есть, если бага должна была найти сканером и не нашлась сканером, то меняется процедура сканирования. Спасибо. Тоже такое более любознатное, интересный вопрос. Если зарепортили дублирующую багу для разные люди, кто получит деньги? Очень, ну, это такой очень болезненный вопрос. Ну, на самом деле, все четко, кто первый зарепортировал, тот получит. В таких случаях, ну, на самом хакер-ване есть достаточно такой прозрачный процесс, просто второй человек добавляется в репорт первого и может убедиться, что там действительно что-то есть. Не всегда бывает очевидно, потому что, ну, опять же, репортит вектора, да, два разных вектора могут указывать на одну багу. Иногда ресерчеры бывают несогласны, иногда там, ну, это да, это большая проблема, с ней приходится работать, объяснять человеку, почему это дубликат. Иногда это может быть дубликат вашей внутренней баги, то есть вы уже сами это нашли, ну, особенно если это, например, стреляет, опять же, какая-нибудь бага, которая, вот, то, что называется вандырю уязвимости, да, уязвимость в каком-то большом продукте вам тут же прилетает там всех индусов. Спасибо. То есть проблема есть, ее приходится. А, да, вопрос был аналогичный. Аналогичный вопрос был, да. Так. То есть если это просто дубликат другого рекорта на HackerOne, это простая ситуация, бывает более сложная ситуация. Супер. Вова, как думаешь, какие вопросы были интересные? Пока. Поехали. Продолжение следует...